Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите мне поблагодарить организаторов и Татьяну Юрьевну лично за приглашение приехать в замечательный город, в замечательное время и поучаствовать в замечательном конгрессе. Ну и я немножко расширила название «Дженерики и биоаналоги в онкологии. Да или нет? Да, но». Ну и давайте посмотрим. Начну я издалека с резолюции по итогам Ассамблеи Всемирной Организации Здравоохранения о необходимости глобального контроля над раком. Как реагировать на растущее бремя, увеличение расходов и неравенство в доступе к медицинской помощи. Ну и собственно в этой резолюции говорится, что заболеваемость раком удвоится к 2035 году, связанная это со старением населения и увеличением воздействия факторов риска. Системы здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, недостаточно подготовлены или оснащены. Текущее бюджетное осигнование мобилизации глобальных ресурсов опять-таки недостаточно, потому что 60% всех случаев рака на планете встречается в странах с низким и средним уровнем дохода, и только 5% глобальных мировых расходов финансовых на рак направляется туда. Только 1% глобального финансирования здравоохранения направлено на неинфекционные заболевания, которые включают рак. И это несоизмеримо фактическому бремени неинфекционной болезни. Ну и ожидается, что рост расходов на онкологию будет возрастать на 70% в год, и в 2020 году глобальные затраты на онкологию превысят 150 миллионов долларов. Соответственно, эта ассамблея предложила три принципа в области всеобщего медицинского обслуживания, как основополагающие принципы нашей с вами работы. Это сокращение прямых затрат, улучшение охвата населения и содействие охвату услугами. Для экономии времени несколько переходных слайдов я сократила, и сразу к проблеме. Стоимость новых препаратов непрерывно увеличивается. И клиницисты, и организаторы здравоохранения знают об этом не понаслышке. И на самом деле выделяемых средств не хватает на базовую терапию. Такое впечатление, что нам сколько ни дай, мы все потратим и скажем, давайте еще. Потому что еще, еще, еще интересные препараты появились. И вот эти группы пациентов нуждаются, и тут мы бы улучшили с вами лечение. Но на самом деле в реальной клинической практике инновационные препараты все-таки получают далеко не все больные. А если брать страны со средним и низким уровнем дохода, то только избранные пациенты. И этот вопрос не обходит стороной ведущие российские эксперты. Я вот здесь специально даже привела фотографии трех участников вот этой конференции, этого симпозиума. И Сергея Алексеевича Тюляндина даже обвела красной рамочкой. Симпозиум назывался и, соответственно, публикация химиотерапии в 21 веке. Актуальность и перспективы. И один фрагмент я позволю себе процитировать. Если у вас нет денег на базу хирургии, тамоксифен, токсорубицин и токсаны для всех, кто в этом нуждается, то вопрос о дальнейшем расширении арсенала для лечения не стоит. Сначала нужно обеспечить базу и только после этого переходить на следующий уровень. Так построены нормальные системы здравоохранения. И этот факт не обошли вниманием и экономисты. В частности, Центр стратегических исследований, который возглавляет Кудрин, предложил в прошлом году переложить часть медицинских расходов на пациентов, издав вот такой документ, такой аналитический обзор, который авторы назвали здравоохранения, необходимые ответы на вызовы времени. В том числе была предложена и вот такая модель решения проблемы. В этих условиях появление дженериков и биоаналогов может снизить расходы здравоохранения и увеличить доступность медицинской помощи. И с точки зрения доступности и увеличения охвата населения, это безусловное благо. С одной стороны, пример номер один. Различия в этой публикации обсуждены различия в использовании моноклональных антител в странах с ограниченными финансовыми ресурсами. Было показано, что эти ограничения сказываются на показателях выживаемости. Соответственно, интеграция биоаналогов с более низкой ценой сможет улучшить эти результаты. С другой стороны, я посмотрела кохрановский обзор, в котором анализировались работы, оценивающие эффект референсной цены и других цен и политики продаж на здоровье. Оказалось, что индексация цены может снизить использование оригинальных препаратов, повысить применение дженериков и несколько снизить цены на препараты. Однако влияние на клинические исходы этой политики неизвестно. Во включенных в обзор исследованиях не оценивались возможные побочные эффекты такой политики. Ни в одном из исследований, включенных в кохрановский систематический обзор, не рассматривалось влияние референсных цен на здоровье людей, использование ими медицинских услуг или неблагоприятные последствия. Обсуждалась только финансовая сторона вопроса. Идем дальше. Дженерики и биоаналоги. В названии доклада включены оба эти понятия. В чем разница? Появление дженериков и биоаналогов – это однозначное благо или нет? Ну, если мы посмотрим на ряд препаратов, то мы увидим, что с развитием фармакологии и молекулярной биологии строение препаратов структурное и сложное строение увеличивается. Ну и, соответственно, препараты химические простые, химическое устроение принципиально отличаются от биологических препаратов, которые являются производными живых систем и не могут быть абсолютно идентично воспроизведены. Соответственно, биотехнологические препараты принципиально отличаются от традиционных лекарств, комплексной структурой, так как являются производными живых систем и клеточных структур, нестабильностью и высокой чувствительностью к условиям, в отличие от химиопрепаратов, которые характеризуются все-таки высокой стабильностью. Но опять-таки гетерогенностью структуры и сложностью характеристики. Поэтому был сделан вывод о том, что идентичный биопрепарат получить невозможно, и был введен термин биоподобного препарата или биоаналога, препарата, сходного по своим характеристикам с оригинальным инновационным биопрепаратом. Что же мы можем из этого сделать вывод о том, что произвести дженерик просто? Давайте пока разберемся с ними. За рубежом очень широко ведутся сравнительные исследования дженериков и оригинальных препаратов. Вот эта публикация, по-моему, прямо вот 2019 года, сравнивали эффективность дженериков и оригинальных бренд-нейм препаратов, используемых в системе здравоохранения Соединенных Штатов Америки. По отдельным исследованиям был проведен анализ данных более чем 3,5 миллионов пациентов. И этот анализ показал, что использование дженериков дает сопоставимые клинические результаты с результатами препаратов известных брендов при хронических состояниях, включающих диабет, гипертонию, остеопороз, депрессию и тревожность. Но обратите внимание, что онкологии здесь нет. Еще очень интересный момент, который касается только Соединенных Штатов Америки. Там есть так называемая «желтая книга», где дженерики разделены на две группы. Хорошие дженерики и плохие дженерики. Или вернее, хорошие дженерики с исключительно доказанной идентичностью. И дженерики, которые не так исследовались, как следовало бы. Но ни одна страна мира по пути Соединенных Штатов не пошла, потому что дженерики второй группы, они же одобрены в стране для клинического применения. Возникает вопрос. Если у вас есть сомнения, значит, не одобряйте. Если у вас сомнений нет, почему вы разделили? Поэтому вот эта вот «желтая книга», она очень часто обсуждается. Вопрос дискутабельный, но пока никто эту идею не поддержал. Идем дальше, посмотрим, что творится в онкологии. Ну вот одно из исследований оценивало почечную токсичность оригинального генерического цисплотина. Сделан вывод, что она относительно сопоставима. На самом деле токсичность генерического цисплотина была несколько выше, но и группа больных, получавших его, была несколько хуже. И, в общем, один вопрос вызывал второй. Вывод относительно сопоставима. А вот исследование дженерика ДОТС-ТАКСЭЛа и сопоставление его с оригинальным препаратом Токсотер. Оказалось, что фибрильная нейтропения была более серьезной при применении дженерика ДОТС-ТАКСЭЛа, несмотря на увеличение использования колонии стимулирующих факторов. Ну и тут я сразу же вспомнила исследование, которое наделало довольно много шуму в 2008 году. Это исследование было проведено во Франции. Но сразу скажу, что по заказу компании-производителя оригинального препарата, производителя препарата Токсотер, была проведена физико-химическая характеристика, анализ и сравнение Токсотера и 31 дженерика из стран Азии, Африки, Среднего Востока и Латинской Америки. Ни один из дженериков не был сопоставим с оригинальным препаратом. Причем, если у 90% представителей количество активного вещества было несколько меньше, умеренно меньше и заметно меньше, то были такие препараты, которые содержали большее количество активного цитостатика и совершенно непонятные, не поддающиеся анализу примеси. Поэтому дженерик дженерику рознь – это точно. Очевидно, что вопрос в качестве препарата и соблюдении стандартов GMP. То есть необходимы такие организации производства и контроль качества лекарственных средств, которые соответствуют европейским правилам GMP, то есть стандарту, надлежащей производственной практике. В Российской Федерации что делается? В других областях медицины широко ведутся сравнительные исследования, имеющие прямой выход в практику. Здесь я представила защищенную кандидатскую диссертацию, посвященную сравнительному анализу генерических и оригинальных антибиотиков для парантерального применения, используемых и одобренных в Российской Федерации. И посмотрите, пожалуйста, прямо названы названия производителей. Женерики, отличающиеся от оригинальных препаратов по содержанию растворимых и нерастворимых примесей, по времени приготовления раствора и другим характеристикам. Прямо названы препараты, которые предлагаются не использовать в клинической практике, несмотря на наличие регистрационного удостоверения. Но и в том числе выделены дженерики, которые превосходят оригинальный препарат. И, соответственно, были названы оригинальные препараты, которые не содержат заявленное количество активного вещества. Поэтому вся эта информация абсолютно доступна, и мне показалось лично очень интересной. В других областях медицины также широко ведутся сравнительные исследования, имеющие прямой выход в практику. Еще один пример сравнения дозы дженериков инаприла для достижения целевого уровня артериального давления. Один дженерик – оригинальный препарат, необходимо применять 12 мг, дженерик – 15 мг, например, на то же самое, и другой дженерик – 36,6 мг, больше, чем двойная, практически тройная доза для достижения того же самого эффекта. И, в принципе, если поинтересоваться, то эта информация абсолютно доступна. А вот в онкологии таких исследований мне найти не удалось. На одном из первых конгрессов «Белой ночи» или «Ромовских» когда-то в Санкт-Петербурге я слышала доклад о сравнении оригинального препарата и дженерик в онкологии, но публикация не вышла, и, собственно говоря, следы этой работы потерялись. Производство биоаналогов гораздо сложнее, чем дженериков, и, соответственно, мы имеем еще больше вызова в практическом здравоохранении. Биофармацевтика – это очень сложная технология производства. Вот пример простейшего биофармацевтического производственного процесса предусматривает вставку геновектор ДНК, перенос в клетку рецепиент, получение требуемого белка, выращивание клеток в биореакторах, выделение, очищение, разведение лечебного белка и получение лекарственной формы, и на все это требуются очень большие затраты. То есть хороший биоаналог по определению не может быть дешевым. Возникает проблема соответствия. Существуют несопоставимые копии биопрепаратов, которые на самом деле, если строго подходить и пользоваться международной терминологией, не являются биосимилярами. Вот выделены препараты, одобренные для применения, которые имеют значительные вариации характеристики изоформ по сравнению с референсными препаратами, и, соответственно, справа схожие характеристики изоформ между биосимиляром и референсным биологическим препаратом. И все они, ну, правые схожие, извините, одобрены в ЕС, а вот левые, которые не схожие, они одобрены в некоторых странах. Часто изменения в процесс производства вносят уже после регистрации препарата. Это изменения именно в процесс производства. Сам препарат не меняется. Но этот факт может привести не просто к серьезным, а к катастрофическим клиническим последствиям. Классический пример – это первая строчка, история ипоетина альфы или ипрекса, когда была создана новая лекарственная форма. И эта лекарственная форма выщелачивала продукты из резиновой пробки. В результате были зарегистрированы такие последствия трагические, как нейтрализация препарата и развитие истинной, эритроцитарной аплазии. То есть сильное клиническое влияние пострегистрационных изменений в процессе производства. Ну и такие менее значимые, но тоже факты изменений других препаратов, которые сказываются потом и дают определенные последствия, они в литературе описаны. Еще более строгие требования должны предъявляться к биосимилярам моноклональных антител, так как они характеризуются сложной структурой и комплексным механизмом действия, включающим обязательно ФАП-регион, он анализируется очень хорошо, антиген, связывающий участки, блокирующий мишень, ФЦР-регион, который связывает комплимент, обеспечивая клеточный лизис, обеспечивает реакцию антителозависимой клеточной цитотоксичности, и малейшие изменения в этом регионе могут просто свести на нет все наши усилия и заблокировать эту реакцию, соответственно, отменить эффект фагоцитоза и снизить эффективность самого препарата. Минимальные различия в гликозилировании могут привести к существенной разнице в эффекторных иммунных функциях. Вот здесь вы видите кривые, оценивающие рост культуры клеток при наличии или отсутствии только одного фукозного остатка в моноклональном антителе. Вот с этим антителом вы видите рост культуры, отличие по одному фукозному остатку – полное подавление роста злокачественных клеток. Как бы в рутинной практике вот этот момент не тестируется, хотя, собственно говоря, после того, как были опубликованы эти работы, такой вид исследований тоже был внесен. Пострансляционная модификация может повлиять на эффективность моноклональных антител. Что такое посттрансляционная модификация? Это минимальное изменение именно пространственной формы молекулы, потому что именно определенная пространственная форма, не просто последовательность аминокислот, а пространственная форма узнает, например, определенный эпитоп антигена. Весь мир не стоит на месте. В этом месте проделана за последние 10 лет огромная работа, которая завершилась стандартизацией требований к разработке, исследованию и одобрению биоаналогов. Выделены этапы разработки биоаналогов – физико-химические исследования, доклинические исследования, клинические исследования. Определены важные этапы каждого из этих периодов – физико-химические исследования, требования к их проведению, требования к проведению доклинических исследований. Огромное количество документов регулируют этот процесс, включающий и оценку фармакокинетики, фармакодинамики и так далее. Клинические исследования первой фазы определены. Определен механизм доказательства эквивалентности фармакокинетики. Определены требования к исследованиям фармакодинамики как доказательства биоаналогичности препарата, который мы с вами создали или не мы. И определены требования к проведению клинических исследований. Да, эти требования вызывают некоторые вопросы. Но тем не менее, для того, что было еще несколько лет назад, это гигантский шаг вперед. Очень сложный момент – это экстраполяция показаний. С моей точки зрения, к сожалению, при одобрении биоаналога по одному показанию автоматически используется экстраполяция на все остальные показания, в то время как при разработке оригинального препарата каждое показание изучается и одобряется отдельно. Но тем не менее, закон на сегодняшний день вот такой. И самое главное – это последняя часть, которая касается фармаконадзора. Созданы документы, в которых прописан план управления рисками, обеспечивающие мониторинг безопасности применения препарата по всем показаниям, полученным с помощью экстраполяции, мониторинг резких нежелательных явлений, определение новых нежелательных явлений и сбор дополнительных данных по иммуногенности, если это необходимо. Ну и отдельно огромными документами, многостраничными, изданы рекомендации Европейского медицинского агентства и Food and Drug Administration к исследованиям биоаналогов моноклональных антител. Извините, а вот сейчас нельзя ли на голосование переключить? Потому что у меня там было голосование, конечно, надо было его вначале использовать, до того, как я вот все это рассказала. Да, коллеги, МОБИ, вот, извините, что вас перебило, пожалуйста, возьмите свои телефоны, это крайне важно. Сейчас мы посмотрим, насколько, как мы все относимся к дженерикам, и это будет анонимно, но тем не менее, мы все увидим наше мнение. Пожалуйста, в сафари, моби, точка, вот, вот наверху написано, уже голосуют. Да, вопрос, появление дженериков – это благо? Да, нет и зависит от дженерика. Присоединяйся к большинству. Ага, спасибо, Август Михайлович. Так, ну большинство, наверное, зависит от дженерика. Давайте пойдем дальше экономить, будем экономить. Люди стали добрее. Да, экономить время. Надо было вначале, я думаю, что нет, что это не благо, ну, побольше бы, наверное, было бы голосов, потому что, на самом деле, за неимением времени я не ставила эти работы, но были проведены во многих странах опросы врачей, и врачи как раз очень настороженно относятся как к дженерикам, так и к биоаналогам, и говорят, что они не доверяют копиям препаратов. Идем дальше. Вопрос два, пожалуйста. Ситуация с обращением дженериков требует изменений? Да? Нет, все хорошо, затрудняюсь ответить. Нет, 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 затрудняется, потому что действительно нужен анализ, действительно предпринимаются значительные усилия по этому поводу, в том числе и регуляторных органов, конечно же. Ну, кто-то оптимист у нас, может быть, представители фармкомпании у нас тут сидят в рядах. Давайте мы сначала проголосуем, я закончу, потом, если останется, обязательно спросим, а то мы немножечко выходим из графика. Так, ну, в общем, требует изменений, или, по крайней мере, усиления контроля. Пошли дальше. Вопрос три, у меня их пять. Какой препарат моноклональных антител вы сами выберете? Ну, например, знакомые пришли, да, типичный вопрос. Оригинальный, биоаналог с заказанной эффективностью и качеством, то, что есть в наличии, лишь бы сразу лечить. Кационный вопрос. Ну, я старалась оживить аудиторию. Ну, например, если биоаналог с доказанной эффективностью и качеством дешевле, и, соответственно, за те же самые деньги вы можете пролечить двух больных. Вот все-таки здесь оговорка с доказанной эффективностью и качеством, да? И, тем не менее, как опрос нашей аудитории подтверждает международное исследование, врачи все равно выбирают оригинальный препарат. Идем дальше. Вопрос четыре, пожалуйста. Нет. Вы сталкивались с нежелательными явлениями при применении биоаналогов моноклональных антител, да или нет? Так. Еще один вопрос, последний. Значит, по крайней мере, половина наших респондентов, даже больше, совершенно точно сталкивалась с нежелательными явлениями при применении биоаналогов моноклональных антител. И, наконец, последний вопрос. Самый интересный. Вопрос номер пять. Значит, 60% практически сталкивалась. Следующий вопрос. Приходилось ли вам сообщать о нежелательных явлениях при применении биоаналогов моноклональных антител? Да. Нет, но в следующий раз сообщу. И последний. Не сообщал, не сообщаю и не буду сообщать. Сложно, да и себе дороже. Ну и вот, соответственно, это такой типичный срез врачебной аудитории. 60% врачей сталкивалось с нежелательными явлениями при применении биоаналогов моноклональных антител. А самое важное – это постмаркетинговые исследования. Напомню, биоаналоги одобряются только по одному показанию – экстраполяция на все остальные без проведения клинических исследований. Но при этом сообщало о нежелательных явлениях только 10% врачей, потому что сама система сообщения очень сложная. Я помню, как-то готовилась к подобному докладу и попыталась зайти на сайт и о чем-то сообщить. Я потратила очень много времени, а наш доктор, который таки сообщил, потом еще полгода находился в непрерывной переписке. Возвращаем презентацию. И, конечно, в общем, очень нервничал по этому поводу. Так, идем дальше, ускоряемся. Тем не менее, мировой онкологической общественностью появление первого биоаналога моноклонального антитела было воспринято как безусловное благо и достижение. Это АСКО 2016 года. Обратите внимание, Late Breaking Abstract выделены. То есть это специальное сообщение выделено для устной презентации. Были озвучены результаты рандомизированной исследований третьей фазы по оценке эффективности и безопасности первого биоаналога тростозумаба. Сравнение его с оригинальным препаратом герцептин показало, что биоаналог не уступает в эффективности. И я специально не стала править эти фотографии, которые сделала сама на ЭСМО, потому что эти фотографии я сделала на сессии достижений в области терапии ХЕР-2 позитивного рака молочной железы, где появление биосимиляров было названо важнейшим достижением. И в том числе был представлен не только тот аналог, который обсуждался биосимиляр на АСКО, но и российский, первый российский биоаналог. И посмотрите, пожалуйста, результаты их изучения, они выводились на один экран и анализировались параллельно. И, собственно, правая картиночка тоже самое. Вот это не наш биосимиляр, а вот это наш биосимиляр. То есть это, безусловно, достижение онкологии. Фармакоэкономические исследования показывают, что выход биоаналогов, это первые были биоаналоги в России, позволил повысить доступность таргетной терапии для пациентов в три раза и снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения Российской Федерации на 34 миллиарда рублей. Но это данные аналитической компании «Немедиков». Эта компания-производитель проходит инспекции GMP, подтверждает стандарт наилучшей производственной практики. Вы видите, этих инспекций пройдено много, в том числе инспекция финская, у них GLP, и в том числе получен сертификат ISA-9001. Но вот этот процесс требует, я написала больших, на самом деле огромных труда и финансовых затрат от компании-производителя. Например, в 2018 году 68 дней аудита при 8-часовом рабочем дне потребовало 544 человека часа, участвовали 25 сотрудников контролирующих качества, и в результате это выявилось в 13 600 часов работы сотрудников именно этой компании. То есть это затраты компании, и далеко не все производители хотят нести это бремя. Еще один камень преткновения – постмаркетинговые исследования. Опять-таки, планы у отдельных компаний есть, но это первое многоцентровое, проспективное наблюдательное пострегистрационное исследование безопасности и эффективности биоаналога моноклонального антитела больных с метастатическим колоректальным раком, где планируется оценить эффективность и, самое главное, безопасность применения препарата с включением 1520 пациентов. Будем ожидать результатов этого исследования, но вот исследований такого масштаба по биоаналогам пока нет. А вот оригинальные препараты регулярно проходят постмаркетинговые наблюдательные полномасштабные исследования, мы все с вами в них участвуем. Данные другой компании российской – тоже большой портфель дженериков, биоаналогов. Собственные разработки исследований ведутся в полном соответствии с международными стандартами и регуляторными требованиями. Результаты докладываются на различных международных конгрессах. Тем не менее, в Российской Федерации нет четкой информации о количестве компаний, работающих по стандартам GMP. Мне потребовалось потратить очень много времени, чтобы найти те сведения, которые я представила, но по подавляющему большинству компаний я ничего не нашла. И, собственно говоря, я нашла совершенно ужасную цифру, но, может быть, она не соответствует действительности, что вроде бы только 20% фармацевтических компаний работают по стандартам GMP, но это мнение эксперта-фармакоэкономиста было ничем не подкреплено. Будем надеяться, что все-таки ситуация не такая ужасающая. Тем не менее, по этому пути мы идем. 14 июня 2019 года я получила последнее на сегодня сообщение об одобрении биосимиляра моноклонального антитела Food and Drug Administration. Таким образом, мы можем с вами сказать, что работа по созданию дженериков и биоаналогов не остановить, нормативные документы и процедуры разработаны, и главное – это контроль качества. Ну и, соответственно, спасибо за внимание, но новость сейчас, она пришла сегодня. Минздрав России принял первое регистрационное досье по процедурам одобрения препаратов Евразийского экономического сообщества. У нас теперь, да-да-да, теперь, так сказать, совместная законодательная база, и сегодня начата работа в этом направлении, и мы включились в этот мейнстрим. Будем надеяться, что это позволит расширить доступность препаратов и обеспечить всех наших нуждающихся больных. Благодарю за внимание. Спасибо большое за блестящий доклад. У нас есть один только вопрос, вот один вопрос, поскольку такой вот все-таки блестящий доклад и уникальный спикер. Вот все-таки ваше мнение по поводу отечественных биоаналогов. Всюду. А, голосование съела. Ничего страшного. Вот ваше мнение по применению отечественных биоаналогов. Вы знаете, у меня опять разное время. Я бы, наверное, проголосовала, зависит от биоаналога, потому что действительно есть… Понимаете, биоаналог может быть лучше на самом деле, потому что он получается на более современном, так сказать, уровне развития молекулярной биологии. Он реально может быть лучше. Это первое. Второе. Даже оригинальные препараты партии от партии может отличаться, они отдельно тестируются. Это очень сложный процесс. Тут главное контроль качества, чтобы общество, фармакологи, Минздравы могли действительно контролировать компании извне. И чтобы мы не ленились заполнять вот репорты. Да, мне кажется, очень важно это создание облегченной системы сообщений о нежелательных явлениях. Так, чтобы доктор не волновался, что если он туда зайдет, полгода жизни и 10 комиссий или 20. Вот, это главный вопрос. Спасибо.